Я представлю участников пресс-конференции. Моя фамилия Покровский, зовут меня Игорь. Я художественный руководитель этого замечательного фестиваля, и на этом закончим со мной. Итак, заместитель Одесского городского головы и председатель Организационного комитета фестиваля, Павел Владимирович Бугельман, с первого дня, с первого фестиваля, самый активный, непосредственный и инициативный человек, который участвовал в организации этого фестиваля. Для меня это очень почетно, быть причастным к такому грандиозному проекту, как «Золотые скрипки Одессы». Я считаю, что то, что удалось создать Игорю Николаевичу Покровскому, Андрею Нейченко и всем тем великим скрипачам, которые уже третий раз приезжают в Одессу, это настоящее чудо. И я считаю, что Одесса без скрипки, это была бы, наверное, не Одесса. Все пропитано в нашем городе духом оперного театра, духом скрипки, проходя мимо школы Столярского. Мы постоянно слышим, мы проходим мимо оперного театра. И это действительно завораживает, и это вдохновляет на то, чтобы творить добрые дела, чтобы еще больше любить Одессу. И тот проект, который вот уже в этом году будет происходить, это действительно каждый год, это что-то новое, это что-то волшебное, выдающееся. И я искренне благодарю Игоря Николаевича, всех участников за то, что они, во-первых, очень любят наш город, а во-вторых, за то искусство, которое они дарят всем одесситам и гостям нашего города. И это действительно событие, событие, на которое, к сожалению, оно проходит всего лишь одну неделю в Одессе, всего лишь. И я считаю, что действительно те цели, которые преследовались, что собрать лучших скрипачей, которые действительно приезжают в Одессу, показывают свое творчество и вдохновляют и молодежь, и всех горожан, и всех приезжих, фанатов и почитателей нашего города и скрипичной школы, и скрипки. Действительно, это очень большая работа, и самые искренние слова благодарности всем скрипачам и организаторам за то, что они уже третий год делают невозможное возможным. Главный дирижер фестиваля Игорь Леонидович Шабрук. Ну, теперь уже главный. Ситуация следующая. Александр Георгиевич Самуилов в середине прошлого месяца уехал в Турцию. Он уехал в Турцию, он главный дирижер анталийской оперы. В результате мы решили, что Игорь Леонидович будет играть все, будет аккомпанировать все. Игорь Леонидович об этом не знал, конечно. Когда он об этом узнал, уже было поздно что-то делать. Поэтому у него судьба вот такая. Он теперь главный дирижер именно этого фестиваля, этого года «Золотые скрипки». Именно поэтому он такой молчаливый. Как я попал сюда, вы поняли. У меня, правда, у нас был запланирован с Павловым концерт, который состоится завтра. Это был у нас плановый концерт. И я приглашаю действительно то, что Павел сказал. Кончели – это потрясающая музыка. И мне больше хотелось, чтобы как можно больше народа его услышало. Но что касается седьмого, ну, это большая ответственность. Это очень приятно. Многих скрипучей старшего поколения, я знаю, очень хорошо. Мы вместе учились. Потом познакомились с их детьми. Теперь даже уже с внуками. Так что, ну, это очень интересно. Ну, действительно, будет очень большой концерт с вокальными номерами. То есть там целое действо такое задумано с прологом, эпилогом. Ну, приходите, увидите. Это концерт совершенно необычный. Он не похож на предыдущие, которые у нас состоялись в прошлые годы. И я думаю, что аналога где-нибудь в мире такого тоже нет. И сама по себе идея «Призрак скрипки» в опере – это, не знаю, гениальная идея. И вы увидите интригу, которая там будет разворачиваться. В общем, концерт будет очень интересный. А мы постараемся. Это идея у Игоря Николаевича Покровского, которая возникла в «Золотые скрипки» Одессы. Просто, можно сказать, просто, чтобы не говорить много. Много уже говорили. Дело в том, что на квадратный метр такого количества талантливых и великолепных скрипачей нигде в мире не собирается, как на наш фестиваль. Начиная с первого фестиваля. Потом формат был «Другой дети, внуки». Теперь фестиваль «Призрак оперы в музыке». Действительно, это будет, по крайней мере, планируется замечательное совершенно действие. Посмотрим, попробуем. У нас очень мало репетиционного времени. Но, тем не менее, импровизационность, которая благодаря этому будет, я думаю, она даже немножко в каком-то плане оживит. И уверен совершенно, что у Игоря, моего давнего друга, моего однокурсника, однокапустника и так далее, и так далее, идей очень много. То, что есть еще балета. Мы потом поговорим еще. Дело в том, что, действительно, «Призрак оперы» это будет одна из ведущих тем этого гениального мюзикла. Будут задействованы лучшие молодые солисты нашей оперы. Дело в том, что просто будет отзывок. Если кто-то был у нас, вот два, как у нас, двойники в опере был концерт, но это опера. А это опера, и очень много импровизаций и произведений есть на теме именно оперной музыки. Это будет очень интересно. Молодые, талантливые артисты оперного театра – это у нас Екатерина Цимбалюк, Таисия Шафранская, Алина Ворох, Валерий Регрут. Ну, из молодежи я еще буду немножко. Павлюк. Кто еще у нас там? Павлюк. Дима Павлюк. Да, в общем, это будут именно самые знаменитые оперы и мюзиклы, темы из них, которые будут потом варьироваться и на скрипичном исполнении. И думаю, что это будет очень интересно. Потому что этот формат, действительно, он единственный, и я аналогов, хотя очень много видел и участвовал в фестивалях, аналогов я не знаю. Так что я думаю, что это будет очень интересно. Спасибо Игорю Николаевичу за идею, спасибо ребятам, которые приехали, потому что действительно энтузиазм и тот самый патриотизм непоказной, а который есть, которые люди отменяют свои планы, у которых есть планы, которые задействованы во всем мире, они приезжают сюда и с удовольствием получают удовольствие и сами, надеюсь, доставляют удовольствие всем нам. Я пригласил Оливье Вака, прошу любить и жаловать, директор фестиваля в городе Сион, музыкального фестиваля в городе Сион, Швейцария. Это наш гость впервые приехал на фестиваль. Я буду говорить в французском, я извиняюсь. Д обычно я tradусь, что говорит Павел Верников, в французском, в французском. Обычно он привык уже переводить Павла Верникова с французского на французский. Я хотела бы вам передать лучшие пожелания и приветствия от швейцарского фестиваля, которому уже сегодня 50 лет. Павел Верников, который является артистическим директором этого фестиваля, уже 5 лет. И с того момента, как он пришел на этот фестиваль, появилось много больше свежего воздуха и фоли. Imagination. Voilà. Я думаю, что мы здесь, чтобы поговорить о вашем фестивале, и я очень рада быть в Одессе. Я очень рад быть в Одессе и говорить о вашем фестивале. И эту эмоцию, мы ее чувствуем partout в городе, потому что мы чувствуем, что это любовь к музыке и любовь к violу, который очень присутствует в Одессе. И я вам благодарю, что вы меня приглашали в эту эмоцию. Бой фестиваль. Эту эмоцию мы чувствуем повсюду в городе, повсюду в Одессе. И я вас благодарю за то, что вы меня пригласили на ваш фестиваль, и что вы хотите со мной поделить эти эмоции, которые мне очень приятны. Спасибо. Александр Снедковский. Это особый случай. Это сын замечательного одесского скрипача, лауреата конкурса королевы Елизаветы в Бельгии, Семена Снедковского. Александр – крупнейший скрипичный мастер. У него замечательная мастерская в Лионе, где он восстанавливает старинные итальянские инструменты, реставрирует их и возрождает. И в данном случае я хотел бы сказать, что недаром всегда говорят, что искусство, музыка, а в данном случае скрипка вокруг себя собирает людей из разных стран мира, из разных сфер, из разных универов. Почему я об этом хотел сказать? Потому что, конечно, в Одессе я не родился, я не одессит. Родился я в Москве, но коры, как Игорь уже вам сказал, и вы наверняка все знаете, моего отца Семена Снедковского, который родился в Одессе, который учился в школе Столярского, который был истинным, настоящим одесситом, который очень любил этот город, и который передавал свою любовь этого города нам, всем детям, мне, моей сестре, и всем тем, кто были вокруг него. Конечно же, все мое детство я провел в Одессе, каждые каникулы у моей бабушки, которая до моего возраста 15 лет, каждый год я несколько раз в год приезжал в Одессу. Поэтому, конечно, это очень важное для меня лично как ощущение. Дальше второе, почему я говорю про музыку и про скрипку, то, что так получилось в жизни, что сегодня на этом фестивале, который стал бы фестиваль международной известности и международной важности, получили, знаете, как это бывает, дети, внуки, правнуки. Для меня это примерно так же. Это есть ученики моего отца, которых я знал с детского возраста, такие как Павел, как Миша Вайман, как другие друзья, как Зорик Зорин, мой профессор Кравченко, который был коллегой моего папы, у которого я учился на скрипке в свое время. И Сережа тоже Одессит, конечно, у которого я учился в Москве. Поэтому это такая большая для меня музыкально-скрипичная семья, которая окружала меня в жизни всегда. Последние 35 лет я живу во Франции, последние 35 лет у меня не было возможности приехать в Одессу, но настолько эти музыкально-скрипичные чувства близки и эти нити, которые никогда не расторгаются. Мы регулярно со всеми этими людьми видимся в разных странах мира. Они приезжают ко мне благодаря моей профессии. Я часто вижу разных музыкантов и близких друзей у меня в Леоне, в мастерской. Я принимаю участие в разных фестивалях, в разных странах мира тоже, где мне удается провести какое-то время вместе с ними. Это всегда замечательные моменты жизни и всегда удовольствие вокруг скрипки и музыки. И, конечно, то, о чем говорил Оливье, о чем все говорили, корни Одессы есть в каждом из нас. Неважно, где мы родились, неважно, где мы учились, неважно, где мы живем. Живем. Это огромное, это что-то, что у нас всех, в любой стране мира вы встретите одесситы, вы поймете, одессит он родившийся в Одессе, одессит он позже, но все равно мы все друг друга понимаем и находим очень быстро общий язык и становимся очень быстро друзьями и близкими людьми. Ольга Войтова, профессор Мюнзенской школы, скрипачка, выпускница нашей школы Столярского. Ну и вот так жизнь сложилась, что ее судьба не связана уже с нашим городом, к сожалению, о чем она очень жалеет. Родилась в моем дорогом, замечательном городе, где бы я ни жила. Я всегда чувствовала себя и говорю, что я одесситка, хотя я уже 40 лет не живу в Одессе. Так сложилось, что 22 лет я прожила в России, уже 20, почти 30 лет я живу в Германии, но все равно во всех случаях, кто бы, безусловно, кто бы не спросил, я себя чувствую. Конечно, одесситка, это у нас самая родная земля, самый родной город, где, к сожалению, уже, конечно, лежат мои родители, мои родственники. И, к сожалению, их все меньше и меньше остается. Но вот гуляя, я давно не была в Одессе, наверное, лет 10. Но вот гуляя по Одессе, мне кажется, что все мои родственники. Я голоса слышу, мне кажется, все вот, это кто, кого-то я знаю, все лица, как будто бы я где-то видела. И как будто все мои родственники. Я настолько люблю мой город. И, конечно, я очень рада, что вы меня пригласили. И очень приятно всех вас видеть, передать еще раз большое певе к Одессе и моим коллегам-скрипачам, что нас, в общем, роднит, родная дорога наша скрипка во всех странах. Я думаю, что музыка нас соединит во всех странах. И действительно золотой какой-то будет аргументизм результаты. Павел Верников, профессор Бенской Академии Музыки, лауреат, перелауреат, лауреат многих конкурсов, участник фестиваля, завтра, 4 числа, концерт филармонии, посвященный его 65-летию. Так не скажешь, что ему 65 лет, он достаточно молодо выглядит. Но завтра вы услышите еще и его исполнение на изумительной скрипке Гваданини. Он об этом тоже расскажет. Во всяком случае, это будет исполнение молодого человека. Я уже был на репетиции, я знаю, о чем я говорю. Я очень тронут тем, что я никогда не отмечал день рождения официально, я никогда не... уже что отмечать, когда 65 лет, наоборот, нужно забыть. И вот это, то, что мне делают в этом городе, в моем родном городе, это мне очень трогает и очень... И, как вам сказать, мне будет не так просто играть завтра, безусловно. Что касается программы этого концерта, я просто... так, как вы спросили, я хотел немножко... мне нравятся трудные пути. То есть я не хотел, чтобы это было только что-то эффектное или только что... Я хотел, чтобы это была программа довольно разнообразная, сложная, может быть, и для публики. Мы играем в Вивальди концерт для трос-хрипа, который не так часто играет. Вивальди играет часто довольно, но этот концерт играет не часто. Мы играем концерт Канчели, Гея Канчели, который посвятил мне этот гениальный грузинский композитор, который написал много музыки в фильмах, если вы знаете, Мимино и так далее. Вот. И потом мы уже более легкую программу, играем танки и так далее. И играем Утесова, которую мы уже играли два года назад, и которая имела очень огромный успех. Я могу очень много рассказывать, потому что у меня очень много было случаев интересных, забавных. У меня украли скрипку, паспорт, смычки, гвадонини. И если кто-то найдет в Одессе случайно, пожалуйста, верните часть хотя бы, часть, документы хотя бы. Можно деньгами. Можно деньгами. Можно деньгами. И последнее, что я хочу сказать, это Ольга Войтова, не последняя, но о ней хочу сказать. Мы с ней учились с 7-8 лет, вот, в школе Столярского. Потом она неосторожно покинула этот город и поступила в Московскую государственную консерваторию. И, несмотря на это, она все-таки стала очень хорошим специалистом. Несмотря на то, что она училась в Москве, вот. И, ну, потом она поняла свою ошибку и уехала из Москвы и приехала в город Мюнхен. Она один из ведущих педагогов хай-школы, высокой школы в Мюнхене. Она действительно очень хороший педагог, к сожалению, очень строгий. Вот, ее некоторые боятся, значит, студенты, поэтому у нее очень хорошие результаты. Зам. директора оперного театра, человек, который нас приютил и оказывает всяческое содействие, Сергей Калевич Мюнхен. Вы не заслуженный работник культуры? Или заслуженный? Не заслуженный. Не заслуженный. Не заслуженный работник культуры. Есть, да. Этот фестиваль «Золотые скрипки Одессы», он является истинно на 100% одесским фестивалем. И большая благодарность Игорю Николаевичу, что он его создал. И оперный театр, конечно же, является и оказывает всестороннюю поддержку. И мы очень рады, что мы задействованы вот в этом прекрасном фестивале. И со своей стороны, я уже, как бы мы думаем о сроках, которые Игорь Николаевич вот скоро уже озвучит, и будущего фестиваля. И будущий фестиваль, конечно же, будет носить еще более какое-то романтическое и фантастическое название, нежели сегодняшний фестиваль. Потому что с каждым годом он приобретает и расширяется. Одесский оперный театр всегда с радостью предоставит и откроет свои двери, и свою сцену, для того, чтобы скрипка в первую очередь звучала для одесситов и доставляла истинное наслаждение всем слушателям. Первый фестиваль, к которому я шел лет 15, предлагая его разным мэрам и тому подобное, у чиновникам высокого ранга, которые говорили замечательно, изумительно, все, и на этом заканчивались все наши разговоры, и ничего не происходило. Три года тому назад присутствующий здесь Павел Владимирович Богинман провел сам инициативу, по большому счету. Потому что, это я не буду рассказывать, просто вот узнал из слухов. И пригласил меня, и мы с ним переговорили. И, собственно говоря, по его инициативе к этому прислушался мэр нашего города Геннадий Леонидович Труханов. Я должен сказать, что сейчас не модно благодарить нашего мэра в связи с последними событиями в нашем городе. Слишком, прямо скажем, много негатива на него взваливается, так скажем, зачастую. Но в данном случае это чистый позитив, потому что именно он явился тем человеком, который инициировал создание этого фестиваля. Как первого, так второго, так и третьего. Честно говоря, после первого фестиваля, вы совершенно правы, я сам себе сказал, что, ну, замечательно, все изумительно, но это очень сложно. Это очень сложно. Но уже думал о втором. Я не находил креатива, если честно. Понимаете, проводить музыкальный фестиваль без креатива – это неинтересно. Любой фестиваль, который можно назвать современной музыки, классической музыки и так далее, можно проводить везде. В Житомире, Вильнюсе, в Варшаве, в Лондоне. А «Золотые скрипки Одессы» настолько специфичный фестиваль со своим адресом, что без креатива его проводить как-то скучновато, прямо скажем. Это обычный тогда один из очередных фестивалей. Более того, никаких коммерческих целей он не преследует, просто не преследует. Потому что в его рамках происходит, ну, например, в этом фестивале три бесплатных концерта, просто бесплатных. То есть вот вчера состоялся первый концерт в школе Солярского, достаточно успешный, играли Мартковичи, замечательные две девочки-скрипачки со своей мамой Иланой, которая аккомпанирует, которая прекрасный концерт-мейстер. Сегодня поганый бесплатный концерт в школе Солярского, 5-го числа опен-эр в городском саду, естественно, для всей Одессы. И все это креатив, это все нужно придумывать программы, чтобы всем было интересно, кто придет и так далее, и тому подобное. Поэтому вот фестивали, которые затем пошли, они каждый имел свое название и были достаточно креативны, по-моему, и вызывали интерес. Этот фестиваль отличается от других тем, что он впервые в мировой практике, действительно музыкальной, будут звучать все фантазии для скрипки на оперные темы. Такого нигде не было, никогда, никогда это не исполнялось в одном концерте, столько скрипачей и столько опер. Ну, я не буду раскрывать все сценические наши замыслы, будем так говорить, но это некое шоу, это не просто концерт классический такой с номерами, а это некое такое театрализованное шоу. Я надеюсь, оно будет интересно. Он стал действительно международным, к нашей радости и к моей огромной радости. Но при этом, при всем, этот фестиваль должен развиваться. В этом году он будет призраком и в следующем году он будет иметь название несколько другое. Он будет называться «Наследники царя Давида». Дело в том, что царем Давидом называли Давида Федоровича Остраха. Весь музыкальный мир называл его в Соединенных Штатах, в Англии, где угодно, царем Давидом. Его учеников и последователей в мире очень много. Даже здесь Саша Снитковский. Его отец работал и учился, и работал с Давида Федоровичем Остраха. По-моему, даже ассистентом отновили. Он был его классом. Да, классом. Да. То есть, огромное количество музыкантов. Причем музыкантов уже, прямо скажем, не одесского такого происхождения, а уже мирового такого происхождения, будем говорить. Даже не родившихся в бывшем Советском Союзе. Это и Гидон Кремер, который сейчас является величайшим скрипачем и учеником Остраха, насколько я помню. Ну и так далее, и тому подобное. Этот креатив дает возможность пригласить сюда, мы будем говорить, великих скрипачей, которые сегодня не так уж много, прямо скажем. С одной стороны. С другой стороны, я счастлив, что в этом фестивале, вот в этом фестивале, участвует, кроме Павла Верникова, уже участников нашего бывших фестиваля, участвуют два молодых, очень талантливых скрипача. Это Стас Пронин и Даня Коган, внук Елизавета Гиллис и Леонида Когана. Я думаю, что вот следующий фестиваль будет еще более интересным, еще более объемным, я надеюсь. Единственное, что я хочу пожелать себе здоровья для этого. Вам огромное спасибо за внимание. Если нет вопросов, то, пожалуйста, сегодня школа Столярского, Open Air, филармония завтра вечером, 5-го числа Кирха, Захарий Зорин с органом и с вокалистами, и с очень интересной скрипичной программой. И, конечно же, 7-го числа «Призрак скрипки» в опере. Длинное действие, я его боюсь, но, скорее всего, это будет очень хорошее исполнение. А вот обрамление мне трудно сказать. Спасибо огромное. Спасибо.